Как справиться с тревогой и тревожностью? В этом видео я хочу дать пошаговую инструкцию для того, чтобы вы поддержали себя, возможно, поделились со своими близкими и находились в состоянии ресурса, могли заниматься своей жизнью, любить, радоваться, воспитывать детей и ставить перед собой какие-то цели, достигая их. Поэтому будьте максимально внимательны, возьмите ручку, карандаш и записывайте все то, о чем я вам буду сейчас рассказывать. Итак, самый первый момент, с чего я хочу начать, это разобраться, в чем разница между тревогой и тревожностью. И сейчас ваша задача отнести себя либо к одной группе, либо к другой, потому что принципиально разный подход в оказании помощи и ваша задача сейчас определить, к кому вы относитесь. Итак, если мы говорим про состояние тревоги, это состояние, вызванное некими обстоятельствами здесь и сейчас. То есть до этого у вас все было прекрасно, хорошо, вас ничто не беспокоило, вы не мучились, не страдали. И тут происходит некое событие, и вы впадаете в состояние тревоги. Событие миновало, поменялись обстоятельства, тревога ушла. Это абсолютно нормально. Если мы говорим с вами про состояние тревожности, это состояние, которое может преследовать вас на протяжении нескольких недель, месяцев, а может быть даже нескольких лет. И совершенно вы прекрасно понимаете, что если мы говорим про первый случай, про тревогу, то там действительно можно справиться самостоятельно, и мы об этом сейчас с вами будем говорить. Если же мы говорим про тревожность, мы также можем попробовать справиться своими силами, но при этом обязательнейшим образом обратиться к специалисту и не только к психологу, либо к психотерапевту, но еще и к эндокринологу. Потому что если у вас проблемы с гормональной системой, они могут вас привести к такому состоянию. Так вот, поехали. Самое первое, с чего необходимо начинать, когда вы впадаете в состояние тревоги, задайте себе вопрос, как я могу повлиять на ситуацию. Если вы отвечаете, что да, я могу повлиять на ситуацию, начинайте перебирать различные варианты, как вы можете это сделать. Если вы не знаете, как повлиять на ситуацию, или даже осознаете, что вы не можете на нее повлиять, соответственно, ваша задача переключить себя на следующие рекомендации, о которых я сейчас буду говорить. Следующий очень важный шаг. Если вы находитесь в достаточно информационно-негативном поле, где отовсюду льются различные новости, которые вас вводят в это состояние тревоги, я вам, конечно же, рекомендую применить такой информационный детокс. Когда вы, первое, либо ограничиваете себя в чтении, либо просмотре каких-то новостей, где информация, может быть, вас действительно пугает, либо вообще отказываетесь от этих новостей для того, чтобы не влиять на свой организм и не вводить его в состояние тревоги. Следующий этап, очень важный, это, конечно же, общение с вашими близкими, любимыми и родными людьми. Как только вы чувствуете тревогу, ваша задача окружать себя, созваниваться с этими людьми, просить у них в прямом смысле слова поддержки, заботы, внимания. Не уходите в состояние одиночества, не превращайтесь в отшельника, не закрывайтесь со своими эмоциями, страхами и со своей тревогой один на один. С ними нужно выходить в публичное пространство. Позвоните близкому человеку, прямым текстом скажите, поддержи меня, подбери, пожалуйста, какие-нибудь слова, которые меня могут успокоить. Я нуждаюсь в твоем внимании, я нуждаюсь в твоей помощи, я нуждаюсь в объятиях, я нуждаюсь просто в твоем присутствии, в моем пространстве. При этом, когда вы просите об этом, делайте такую прививку, не просите никаких советов, то есть мне не нужны советы. Я не прошу советовать, я прошу поддержать. Это две принципиальные разницы. Я хочу такой пример вам привести. Очень часто женщины, находясь в состоянии тревоги, тревожности, контактируют с мужчинами, пытаются наладить отношения, контактируют с детьми, пытаются наладить отношения, с друзьями, с коллегами. Вот куда ни посмотри, это состояние тревоги и тревожности начинает усложнять коммуникации, неважно кто это. Как из этого состояния выбраться, я безусловно буду рассказывать здесь сегодня. Но кроме того, я делюсь также очень интересными рекомендациями на своей программе «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании под этим видео и из любой точки мира абсолютно бесплатно вы можете принимать в ней участие. Четвертый очень важный момент. Что необходимо делать в состоянии тревоги, когда у вас такая тревога, даже если это тревожность. Как помочь психике расслабиться, как помочь вообще расслабиться своему организму. Я думаю, что многие из вас, кто смотрит это видео, слышали про такие запрещенные вещества, как анаша или конопля. Травка, в общем, да, травка такая, которую очень часто курят. И безусловно, это плохо, наркотики это вообще зло, употреблять их ни в коем случае нельзя. Но есть такое вещество, анамдомид, которое влияет на наш с вами мозг, на наш с вами организм ровно так же, как и травка. То есть, приводит наш организм в состояние расслабления и умиротворения. Как это вещество получить, если не обращаться к запрещенным веществам? Естественно, физические нагрузки. Особенно, когда мы говорим про нагрузку больших мышц. Это, соответственно, мышцы ног. Когда мужчина, женщина, не имея значения, доводит эти мышцы до перенапряжения, до переутомления, за счет огромного количества приседаний, когда вы приседаете до тех пор, пока уже не можете встать, либо это бег на длительные дистанции, то, соответственно, наш организм начинает выработку анамдомида. Например, если мы берем бегунов на длинные дистанции и тяжелоатлетов, которые доводят до сильных перенагрузок большие мышцы ног, у них возникает уже даже зависимость и потребность в том, чтобы постоянно бегать, либо перенагружать свои ноги. Почему? Организм получает определенное количество анамдомида и кайфует в этом состоянии. Поэтому, если вам тревожно, естественно, я рекомендую вам приводить свое тело в физическую активность, доводить его до переутомления. Если мы даже берем телесно-ориентированную психотерапию, если мы не справляемся со своими тревогами на уровне сознания, мы можем помочь своему организму избавиться от них за счет своего тела. Сюда же можно, кстати, отнести и стойку в планке, когда вы стоите в планке до последних сил, когда вы уже не можете стоять и просто падаете вниз не потому, что вы устали, а потому, что вы действительно уже не можете и ваши мышцы отказываются вас слушаться. Но такие многочисленные подходы в работе с планкой тоже помогут вам немножко привести себя в уравновешенное спокойное состояние. Следующий важный момент – это, конечно, дыхательные упражнения, которые прямым воздействием, даже прямым образом воздействуют на блуждающий нерв, самый длинный пучок нервов. Самый длинный нерв – это получается у нас десятая пара из 12 пар, оканчивается где-то у нас на уровне пищеварительной системы нашего, где солнечное сплетение находится. Очень здорово взаимодействует с вегетативной нервной системой, а конкретно с парасимпатическим отделом, то есть отделом, который занимается восстановлением ресурсов, помогает вам расслабиться и отдохнуть. Дыхательных практик много, я сейчас не буду давать какую-то конкретную рекомендацию, вы всегда их можете найти в интернете. Естественно, старайтесь смотреть это в более-менее проверенных источниках. Я не знаю, что должна быть за дыхательная практика, чтобы вы себе навредили, но, наверное, если вам только говорят «набери воздуха и не дыши вообще никогда больше», здесь да. А так-то применяйте дыхательные практики для того, чтобы вы вводили в состояние тонус, облуждающий нерв, он, естественно, будет помогать вегетативной нервной системе восстанавливать ваши ресурсы. Шестой очень важный шаг – это, конечно же, в состоянии тревоги, тревожности не акцентировать на ней внимание, то есть не превращать это в единственную цель для борьбы. А все-таки формируйте план действий. У вас должен всегда быть план действий. План действий на день, на неделю, на месяц, для того, чтобы вы могли отвлекать свое внимание. Все-таки наш мозг уникально устроен, у нас присутствуют различные мозговые центры, аналитические центры, которые помогают нам в формировании новых когнитивных стратегий поведения. Поэтому, если вы часто впадаете в состояние тревоги, либо столкнулись с тревогой, постарайтесь себя отвлечь какими-то делами, какой-то деятельностью. Если эти состояния часто приходят, планируйте свою деятельность. Потому что часто так бывает, когда женщина впадает в состояние тревожности, она зависает в нем и не пытается никаким образом справиться. Ну и, конечно, седьмой очень важный момент – это обращайтесь за помощью. Если вы понимаете, что самостоятельно справиться не получается, если вы понимаете, что у вас нет на это ресурса просмотр видео, чтение каких-то книг, статей, саморегуляция, самопомощь не приводит вас к успокоению, к умиротворению, значит, нужно обратиться напрямую к хорошему специалисту. Еще раз повторюсь, это может быть и психолог, и психотерапевт, это может быть и эндокринолог, как я вначале сказал, который посмотрит, что с вашей гормональной системой и в каком состоянии ваш организм находится. Но не игнорируйте это, потому что это одна из проблем, с которой женщина, в принципе, сталкивается по жизни – отсутствие способности просить помощи. Вот она живет не только про тревогу сейчас говорю, несчастливые отношения, неудачный опыт общения с мужчинами, одни и те же партнеры вам попадаются, какие-то непонятные, вы с ними мучаетесь и страдаете. То есть, куда ни глянь, везде есть какая-то проблема. И почему так происходит? Это может быть связано напрямую с теми же телесными блоками, например, которые присутствуют в теле женщины. Про телесные блоки очень здорово рассказывает телесно-ориентированная психотерапия. У меня, между прочим, на программе «Я такая одна, удобная или уникальная» есть отдельный вебинар, как блоки в теле женщины влияют на ее жизнь, как они провоцируют тревогу, тревожность, то есть как телесный зажим плюс установки и убеждения могут вести женщину в постоянное состояние тревоги, в постоянное состояние тревожности. Поэтому переходите по ссылке под этим видео, регистрируйтесь и абсолютно бесплатно из любой точки мира принимайте участие.